Это точно. Человек, который покоряет российских и мировых звезд портретами. Айнур Тимиргалиев сегодня у нас... Здравствуйте. Айнур, доброе утро. Слышно, и первый вопрос, как вообще пришла идея писать картины звездам, именно портреты? Мой друг Артур Симак предложил мне рисовать первую звезду, это Диана Арбенина. Так. Если не ошибаюсь, группа «Ночные снайперы». То есть вы даже не знали, кто это решили? Я, да, я не знал, а это было допища. Я слышал, она хороший человек. 2014 год был, и самая первая звезда была именно она. То есть ваш друг просто сам согласил эту группу? Да, посоветовал, сказал, почему бы и нет. Подтолкнул к этому. Да, подтолкнул к этому, попробую нарисовать ее портрет, а в плане пройти и вручить, ну, проблем не будет. А, так вот, был нарисован этот портрет, и вы вместе с другом отправились за кулисы. Да, за кулисы. И как? Как знакомство с этой? Как прошло вообще первый раз? Знакомство прошло минуты две, буквально там вообще быстро. Ну, после концерта, я так понимаю. Да, да, концерт, она вышла с гримерки. Когда я подарил, поблагодарил это что-то. Просто, да, да, молча. Российский поколон. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот известно, да, как в одной было заголовке написано, в одной из статей художник, который начинал с мировых звезд. Мы знаем, что твои портреты есть у 50 Cent, у Тимати, у многих-многих звезд, в принципе, не только российского, но и международного масштаба. Как у тебя получается это делать? То есть делаешь ли это ты сам? Или у тебя есть какой-то агент? Первая мировая звезда у меня была 50 Cent. Ты решил сразу, да, как бы? Да, сразу. Смого исполнителя я сам слушаю. Друг у меня, у меня есть близкий друг Герман Дрога, который посоветовал, скинул ссылку человека, чтобы я написал ему. Смотря фотографии этого человека, я посмотрел, что он работает и с мировыми звездами. Сейчас, на данный момент, он также мой друг, Эрик Гамзаян. В музыкальной сфере он известен как Virus Beats Production. После я нарисовал уже портрет сына 50 Cent, где уже сам портрет был замечен. Да, в интернете очень много, да, фотографий. И вторую фотографию я получил буквально недавно, наверное, после первого, где-то месяца три, наверное, прошло, где он лежит на кровати с деньгами и в уголке картина. То есть в вашем списке портретов, нарисованных вами, огромное количество людей известных. Давайте посмотрим, да? Вот у меня интересный вопрос. Я ведь знаю, что ты рисуешь в основном только близких людей. То есть это тренер Майка Тайсона, я знаю, у Фикти Сен ты рисовал сына, у Тимати ты рисовал его дочь. Почему ты рисуешь именно детей и близких людей, но не самих звезд? Ну, я думаю, что самих звезд у них и дома полностью обвешаны ихними портретами. Это уже не интересно и не актуально. А в плане, когда вот дарят человек портреты либо дочери, либо сына, это намного приятнее. Более трепетнее отношение. Да, да, да. Кто-то тебе подсказал, что стоит делать так, если им это самостоятельно? Нет, я сам додумался. Я как бы, прежде чем нарисовать вообще и пойти к артисту либо звезде, просматривал профайл. Нам как раз говорят, что сейчас будут выводить некоторые фотографии. Вот кто это? Это знаменитый какой-то, видимо, рэпер что-то. Да, это ТК-669. А вот как раз-таки 50 Cent. Один в поле воин картин. Один в поле воин. Но это тут не только портреты знаменитые, но и какие-то работы творческие. Самурай, самурай. Сам 50 Cent с портретом сына. Вот, а теперь с портретом Айнура. Тут все связано. Да, еще по картине рисовал Хабибу, Свистбитц. Свистбитц, Хабиб Нурмагомедов, Майк Тайсон, Флойд Мэдвейзер. Кто у нас там еще есть? Выставлено. Вот, ну вот Тимоти попросил сфоткаться с Айнуром. Фараон. Фараон. Так, судя по списку, это кто? Майк Тайсон. Это Майк Тайсон. А, вот, вижу, вижу. Вот, теперь разглядела. Разглядела. Не узнала сразу земляка. Судя по вот списку работ, которые вы, Айнур, выполнили, хип-хап, это ваша любимая музыка? Нет, я не знаю. У меня вот так получается, что у меня все направление, все то, что я рисую, относится к музыкантам. В основном? В основном, да. Ну, начиная Тайсона и Мэйвейзера. Сейчас есть заинтересованность порисовать или поработать с политиками и со спортсменами. А как? Как это происходит, работа? Вы находите фотографию и перерисовываете или... Или какая-то связь идет первоначально, то есть вы спрашиваете? Да, ну изначально я в интернете смотрю приезды людей, а после уже... Связываешься как-то? И назначаем встречу, где я уже непосредственно одарю и сам знакомлюсь. Помимо того, что ты рисуешь портрет, вот мы увидели, что один в поле воин, да, у тебя вот есть самураи, картина творческая твоя, да? Это заказы, да. Да, и, соответственно, в планах, в планах, ты так и будешь рисовать людей, то есть писать их портреты или что-то у тебя есть какая-то творческая конвай, и вообще, какие у тебя планы на будущее как художника? Сейчас, на данный момент, мы с моим продюсером Жаном Себастьяным готовим мою персональную выставку. У тебя все-таки есть продюсер? Да, в Лондоне. Выставка называется Крик. Там очень интересный сюжет, история двух людей. Сам сюжет, ну, я более подробно не могу рассказать, это все будет... Это будет интрига. Это будет все происходить в Лондоне, да? В Лондоне, да. Как мы знаем, то что Лондон это эпицентр современного искусства, самое... И мы будем бить по самому главному. По самому главному, по центру. Ну что, Анар, мы тебе желаем удачи в Лондоне. Я надеюсь, что наши земляки, которые находятся там за бугром, поддержат тебя обязательно и придут, и восхитятся твоими работами. Ну, а у нас в студии был наш гость, башкирский художник-портретист Айнур Тимиргалиев. Айнур, спасибо. Спасибо. С завтрашнего дня в столице Башкортостана стартует выставка-ярмарка «Индустрия праздника Новый год».